Дорогие коллеги, Дмитрий Ильич прекрасно рассказал о том, чем мы сегодня работаем, о нашем тульевом лазере. Я хотел рассказать немножко о технике, которую мы используем. Эту технику мы используем как при годмовой инуклеации, так и при тульевой инуклеации единым блоком. Итак, это европейская рекомендация по хирургическому лечению гиперплазии простаты 2007 года. Если вы обратите внимание, то среди всех предлагаемых опций у нас есть гольмевая инуклеация при размерах до 80 и выше 80, есть вапоризация зеленым лазером и гольмевая резекция. Что мы имеем сегодня, 2017 год? У нас есть лазерная инуклеация при объемах до 80 и больше 80. Это общий термин лазерная инуклеация, потому как сегодня это можно делать при помощи гольмия, тулия, даже зеленого лазера. Сегодня у нас отдельно выделена тульевая инуклеация. Я хочу этим слайдом отметить то, о чем, опять же сказал Дмитрий Ильич, Андрей Зинёвич говорил. Время течет, все меняется, появляются новые технологии, и сегодня мы имеем клинические рекомендации. Это не наше предпочтение, это не предпочтение отдельно взятого хирурга или отдельно взятой клиники. Это результат множества хороших исследований. Это так называемая доказательная медицина. Итак, гольмевая инуклеация криптоплазии простаты – классическая трехдолевая техника Петра Гиленка. Всем нам хорошо известно. Это очень хорошо изученная техника. Есть результаты 10-летние, отдаленные. Эффективно, безопасно. Тут просто добавить нечего. Технические особенности. Опять же, может я повторюсь, рассечение ткани на 5-7 часах до визуализации нужного нам слоя. В дальнейшем соединение первых двух борозд и инуклеация средней доли. Затем последовательное вылучивание правой и левой доли. И при этом, опять же очень важный момент, для разделения долей аденомы выполняется рассечение ткани на 12 часах. Очень часто обсуждаемый вопрос, почему гольмевая инуклеация не так быстро распространилась, как трансультуральная резекция, которая сегодня выполняется по всему миру. Многие авторы считают, что главная проблема – это сложности в ее освоении. И проводился поиск каких-либо технических аспектов для облегчения освоения данной методики. И в 2007 году японские коллеги предложили технику удаления аденомы единым блоком, но популяризацию эта техника нашла благодаря работе и трудам нашего сегодняшнего гостя Чезаро Скафоне, который показал в своем исследовании, что техника удаления аденомы единым блоком может облегчить процесс освоения этой методики. И сегодня мы в его руках увидим эту методику. Как мы это делаем? Если можно, видео включите, пожалуйста. Начало операции в опекальной зоне. Опять же напомню, что Питер Гиллинг предлагал начинать рассечение от шейки в сторону семенного бугорка. Сегодня большинство хирургов начинают операцию именно с опекальной зоны. Почему? Потому что в этой зоне слой выражен наилучшим образом и легче всего и быстрее всего достижим. Наша задача в ходе этой операции всегда визуализировать четко этот слой. После того, как мы попали в нужный слой, мы можем перейти перед семенным бугорком на другую сторону, не теряя слой, под четким визуальным контролем и продолжить вылучивание правой боковой доли. Дальше мы просто следуем, немножко натягивая ткань, мы следуем слою. Вы видите, как происходит коагуляция одновременно. Мы не касаемся практически лазерным волокном ткани. И таким образом, вы обратите внимание, мы вылучиваем аденому по боковой поверхности и на шести часах условного циферблата максимально близко к шейке мочевого пузыря, насколько это возможно. Это нам позволяет облегчить рассечение ткани, разделение в области шейки мочевого пузыря. Дальше, после того, как мы максимально дошли до шейки мочевого пузыря, мы начинаем рассечение ткани. Здесь чуть-чуть вашего внимания. Мы сейчас, обратите внимание, рассекаем ткань в области шейки мочевого пузыря. Я думаю, что многие коллеги, которые выполняют эту операцию, они сейчас увидят момент, при котором, наверное, каждый из вас сказал, что вот он слой. Вот он, мы дошли до слоя, и мы так думали. Сейчас, одну секундочку, это будет очень хорошо видно. Вот он слой, и мы начинаем вылучивание вправо и влево. Но при этом, чуть-чуть отодя назад, мы понимаем, что слой-то намного глубже. И мы можем вернуться и не оставить эту ткань, которая при классической методике, вероятнее всего, в этой зоне бы осталась. После того, как мы разделили ткань в области на 6 часов, дальше мы продолжаем следование слою вокруг шейки. Вот таким вот образом. И у нас ткань остается фиксированной только на 12 часах в области семенного бугорка. Это вот второй ключевой момент данной техники, которая, на наш взгляд, является очень важным. Это вот мостик, так называемый, на котором фиксирована аденоматозная ткань. Рассечение ткани в поперечном направлении позволяет нам, под четким визуальным контролем, позволяет нам минимизировать риск повреждения сфинктера. Еще когда мы проводили первую конференцию, посвященную лазерной нуклеации в 2012-2013 году, самый обсуждаемый вопрос был, как же сделать так, чтобы минимизировать процентное недержание мочи, стрессовое недержание мочи у данной категории пациентов. И тогда мы прицельное внимание уделяли работе как раз в области сфинктера. И применение данной методики, на наш взгляд, позволяет в какой-то степени минимизировать риск повреждения сфинктера и частоту стрессового недержания мочи. Единым блоком аденоматозная ткань смещается в мочевой пузырь. И вот так выглядит сфинктер после данной техники. Это неразделенная слизистая в области сфинктера. И вот такая простатическая полость. Эти кадры я поставил для того, чтобы подтвердить, что это действительно единый блок, это неразделенная ткань. Безусловно, мы не выполняем каждому пациенту после Н-блока инвекуляции подобное удаление, мы марцилируем ткань. Но в ряде случаев, когда у пациентов найдут с кипероплазией простаты больших размеров, имеется множество конкрементов мочевого пузыря с целью уменьшения времени операции, мы выполняем цистатомию. Это результаты гольмовой инвекуляции единым блоком с отчетенностью пациентов, которые были пропелены в нашей линке с 2015 года. Результаты в отношении эффективности абсолютно не отличаются от традиционной техники, потому что и в том, и в другом случае мы получаем полное удаление дематозной ткани. Безусловно, скоростные показатели мочеспускания абсолютно одинаковые и хорошие. Что важно? Важно, что меньше практически в два раза процент стрессового недержания мочи у пациентов и время нуклеации также уменьшается за счет того, что нет необходимости поиска слоя трижды, как при классической технике. Что же касается тулевой нуклеации гипероплазии простаты? Трокдалевая техника, предложенная в 2010 году Томасом Херманом. Безусловно, она менее изучена по сравнению с гольмовой нуклеацией, которая используется с 1998 года. Но по тем данным, которые у нас на сегодняшний день имеются, она также эффективна в отношении ликвидации инфравизикальной обструкции, она также безопасна, в том числе и у пациентов, принимающих антикоагулянтную терапию. К нашему удивлению, если сегодня в PubMed попробовать найти публикации, касающиеся тулевой нуклеации единым блоком, таких публикаций на сегодняшний день не имеется. Имея большой опыт гольмовой нуклеации единым блоком и будучи очень довольными этой методикой, мы спросили себя, а что же, если попробовать сделать тулевую нуклеацию единым блоком? Наш аппарат, которым мы пользуемся, его уже сегодня представляли. Вот как мы это делаем. Технически, методологически все то же самое, как и при гольмовой нуклеации. Начало операции в опекальной зоне, рассечение ткани. Дальше, о чем, опять же, уже было сказано, наверное, все-таки чуть больше механической работы при использовании тулевого лазера, нежели при гольмовой. Но, тем не менее, мы можем позволить себе видеть чистый слой, без карбонизации, без изменения границ. И при помощи лазера только рассекать вот эти мостики, которые удерживают адноматозную ткань. Повторюсь, техника не отличается. Мы последовательно движемся по ходу хирургической капсулы, рассекаем ткань. Комбинация механической нуклеации и работа лазером в шейке, как и при гольмовом лазере, мы рассекаем ткань. Это уже именно рассечение ткани. И такая же работа в опекальной зоне под четким визуальным контролем области сфинктера. После того, как мы отсекаемся от зоны сфинктера, мы уже находимся в безопасной зоне, мы завершаем инукуляцию. После смещения нуклированной аденомы в мочевой пузырь также классически выполняется марцеляция любым имеющимся инструментом. Вот так выглядит опять же зона сфинктера. Что мы хотим сказать? С сентября прошлого года, когда мы начали выполнять эти операции, первые наши ощущения. Это выполнимо, это безопасно и это эффективно. Что нам нужно сделать дальше? Нам нужны клинические исследования, желательно, конечно, рандомизированные, которые подтвердили бы наши первые ощущения и первые выводы с позиции доказательной медицины. Нам очень нужны исследования по сравнению кривой обучения, гольмовой нуклеации и тульевые, потому что, опять же, повторюсь, кому-то что-то больше нравится, кому-то что-то легче дается. Нам нужны цифры. И нам, конечно, нужны исследования по оценке кривой обучения классической техники и техник выполнения N-блок. Спасибо за ваше внимание.